Криптовалюта Криптовалюта это новая форма единиц, которыми мы можем обмениваться. Все валюты, которые мы сейчас пользуемся, они точно так же, как и валюты крипто, построены на доверии. Не централизованный обмен ноликами-единичками, как происходило раньше в банковской системе, а это обмен в децентрализованной системе. Развитие технологий криптовалют и блокчейна обсудили на форуме Blockchain Meetup, который состоялся в IT-парке 30 июня. По словам специалистов, блокчейн-технологии предоставляют формы, где есть абсолютное доверие. То есть, когда вы передаете из одного кошелька на другой биткоины, они никуда не могут потеряться, никто не может поделать эту сделку, никто не может ее вернуть. Также одним из плюсов является предельно низкая стоимость переводов. Главная отличительная черта криптовалют от обычных денег – децентрализованная система. Криптовалюты не принадлежат какой-либо банковской системе, поэтому стабильны. Но среди плюсов имеются и минусы. Слабая контролируемость переводов, слабая распространенность точек использования и недостаточная безопасность криптокошельков. Что касается правового признания криптовалют в мире, они приняты в США, Китае и Японии. Но будут ли легализированы в России, на этот вопрос подробно ответила руководитель неведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной Думы Российской Федерации Ирина Сидоренко. И Россия сейчас, используя свое серьезное геопатическое пространство, может стать тем своеобразным воздействием между, между так называемым биржевым Западом, США, с его пониманием криптовалюты, как комодителям, и японским пониманием криптовалюты, как средств платежа, средств войны, будучи установить некоторые рамки законодательного регулирования. Элина Сидоренко также сообщила, что законопроект планируется внести в Госдуму в октябре этого года. Любопытно, что, по словам руководителя рабочей группы, проект закона не предполагает введение налогов в ближайшее время. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетьяров, Универньюс.